Как вообще появилась идея карт? Кстати, сейчас я вам их покажу, кто не видел. Карты очень красивые, карты рисовались вручную, все раскрашивались вручную, то есть, ну, брали готовые картинки мандал, то есть, сами мандалы я не выстраивала, но я их раскрашивала. И вот 2018 год у меня такой был не очень простой, было очень много всяких событий, я планировала переезжать, вот. Вот, и мне нужен был какой-то инструмент, чтобы успокоиться, чтобы наполнить ресурсам, чтобы понять, что все как бы идет своим путем, вот. И летом 2018 года я начала их как раз рисовать, начала их раскрашивать. И я заметила такой интересный эффект, что мандала, она вообще сама по себе обладает таким целительным действием, то есть, мандала, она расслабляет, она успокаивает вот эту вот геометрию мандалы, да. Да, недаром эти рисунки, да, они же пришли к нам из глубокой древности, можно вспомнить. Вот тут те же круги, да, на полях каменные, да, которые выкладывали люди, вот, вот эти вот каменные лабиринты, да. Также мандалы очень во многих древних культурах, да, встречаются, это не просто так, вот, а потому что действительно эти изображения, они обладают определенным действием, да, на нашу психику. И когда я раскрашивала мандалы, в какой-то момент мне захотелось взять эфирное масло. И когда я одновременно рисовала и вдыхала масло, я заметила, что мне хочется взять определенные цвета, чтобы масло проявилось через мандалу, да, определенным цветом. И я подбирала определенную геометрию тоже под аромат вот этого вот эфирного масла. И одновременное воздействие геометрии мандалы, цвета эфирного масла давало вот тот как раз антистрессовый эффект, давало тот ресурс мне, который был на тот момент так необходим. На самом деле колода закрывает практически все запросы, да, с которыми ко мне приходят клиенты. Как можно вообще использовать карты, об этом я тоже буду подробнее рассказывать. Если коротко, это не гадание, это не таро, хотя тарологи и эзотерики иногда тоже их используют именно так, да, можно их так использовать. Вот, но на самом деле в основе лежит методика метафорических ассоциативных карт, потому что именно рисунок, он позволяет обойти барьеры нашего подсознания, то есть вытащить из нашего подсознания то, что в принципе у нас там уже есть, вот, но какая-то наша цензура, она не дает выйти этого на поверхность. Через рисунок это сделает легче. И когда мы это усиливаем маслом, соответственно, мы усиливаем эффект от карты, от мандалы. Какими вообще способами, имея колоду, мы можем зарабатывать? Причем я не только говорю о своей колоде, возможно, у вас есть какие-то метафорические карты, вы их не соединяли еще с ароматерапией, возможно, у вас есть какие-то другие эфирные карты, и вы тоже не думали, как это все можно монетизировать. Давайте об этом поговорим. Итак, первое, как можно использовать колоду, это, конечно, рекрутинг, потому что очень часто бывает такое, например, если вы знакомите с маслами человека, который вообще не в этой теме, очень трудно бывает его зацепить. Люди при первой встрече не всегда бывают откровенны, да, они часто закрываются. И это очень классный, на самом деле, инструмент карты, чтобы вывести человека на разговор. И вот как раз я даю очень много интересных фишек в своем курсе. Я даю и расклады, я даю и практики, я даю и какие-то экспресс-варианты использования карт. Вот, кстати, многие из тех, кто видит мои карты, кто с ними поработал, да, кто их попробовал, вот тоже хотят научиться этому инструменту, тоже хотят его использовать. Мне, кстати, неоднократно говорили, что в моих картах, да, есть какая-то магия, да, есть какое-то волшебство, потому что в них действительно очень вложено много сил, очень много вложено энергии, причем рисовала их не только я, там моя дочь помогала, моя мама тоже помогала, сестра принимала участие, очень много людей, да, действительно, творческих, кто мне помогал, еще подруга мне помогала, тоже она мне помогла найти типографию, где мне сделали именно такую колоду, как я хотела. Вот, тоже было не совсем просто, поэтому действительно в картах, в картах очень много всего вложено, очень много разных смыслов. Вот по поводу рекрутинга я вам сказала, тут, значит, могут быть разные варианты, то есть вы можете один на один человеку, да, вытащить расклад, вы можете сделать расклад, да, вы можете в групповом формате использовать карты, да, например, вот тоже карту на ресурсы, вытащить всем участницам, допустим, какого-то вашего мастер-класса и так далее. Вот это не прямой инструмент, который позволит там вот прям сразу подойти к регистрации, но это инструмент, который там в какой-то вот женской компании вы всегда можете достать колоду, так невзначай, и напомнить о том, чем вы занимаетесь. Второй инструмент доходный, да, который тоже можно использовать, который я использую, это консультации. Консультации можно проводить очень разные, да, то есть я, например, провожу консультации и по колесу баланса, колесо баланса по здоровью, колесо баланса, например, по бизнесу, я это все в богатом ароматерапевте очень подробно рассказываю. Можно соединять с какими-то консультациями, например, ну, в принципе, с любыми помогающими, да, с психологическими консультациями, с нумерологическими, с консультациями по дизайну человека, по астрологии, то есть, в принципе, к любой консультации вы можете добавить еще и карты в каком-то варианте, либо более лайтовым, либо более сложным, либо отдельно сделать расклад. В моем курсе по картам я даю больше, там больше, по-моему, около 20 раскладов, я не считала, на разные случаи жизни. Вот если вы, как бы, хотите, да, отдельно зарабатывать деньги с помощью раскладов, это тоже можно сделать. Если вы владеете методикой тестирования на маслах, ее тоже можно усилить раскладом. Поэтому и тестирование. Кстати, изготовление духов вы тоже можете совместить с раскладом на картах, потому что очень часто же духи мы делаем не просто так, духи мы делаем под какие-то конкретные задачи. То есть, резюмируем. Мы можем дополнять картами изготовления духов, мы можем дополнять картами любые групповые мастер-классы, дополнять картами тестирования, делать консультации. Кстати, их можно делать платные консультации с раскладами, да, один на один, вот, и мы можем встраивать какие-то рекрутинговые активности тоже картами, да, вот, то есть уже у нас 5 вариантов монетизации колодок.